Озеру нужна вода. С наступлением весны и таянием снега ситуация с парковым водоемом усугубилась. Какие результаты дали предпринятые в прошлом году меры и какое решение проблемы видят власти города в сюжете Ирина Вобещевич. Вот такая печальная картина сейчас на парковом озере. Снег еще местами не растаял, но уже явственно видны водоросли, которые все сильнее захватывают водоем, превращая его в болото. Жители пророчат печальную участь некогда жемчужине парка. То ли еще будет. Она еще хуже будет сейчас. Вот сейчас растает сюда. Еще не растаялась до конца здесь. Под этими водорослями еще лед находится. Вот сейчас растает, она как шипучая будет. Вино же бывает шипучее, да вот типа этого будет все это вот. Потом она будет осаживаться снова на дно. После этого снова расти будет. А когда растет, да, она заворачивается и получается каша. По ожиданиям в период паводков озеро должно было получить наполнение талыми водами, но этого не произошло. Пока затхлого запаха еще нет, но чуть позже и он добавит красок к этой картине. Состояние воды вы видите, если не очистить его, как в советские времена, как в 70-е годы. Помните, вы, наверное, не помните. В 70-м году его чистили один раз. Чистили так, воду спустили полностью, потом вычистили, запесочили и воду обратно пустили. А что они сейчас делают, да это болит. Любого, возьмите ребенка даже, у него даже душа болит. Здесь, если раньше купались здесь, купались, отдыхали, здесь шашлыки делали, приходили. Это общий дом был. А сейчас ничего нет. За озеро переживаем. Оно у нас пропадает. Наливают, а там грязь какая. Входим, смотрим на лужу. Да, не говорите. Смотрим, смотрим и переживаем. Охота прям помочь тоже. Неужели все действия парковой службы были напрасны? Напомним, в прошлом году, в августе, тут самодельными средствами стали очищать озеро от водорослей. Можно сказать, вручную, метр за метром выдергивали растительность и камазами вывозили. Работа длилась до холодов, а в сентябре пробурили скважину, чтобы дать свежей воды. В управлении сейчас говорят, что действия и усилия были не напрасными. Эта часть зеркала, вот эта, с левой стороны мы начали, вот, она, как видите, чистая. А если мы его не очищали, то она полностью, как, вот, вы видите, вот, фрагментами, она полностью покрыта была этими водорослями. Поэтому все-таки какой-то результат дал. И эту работу мы будем дальше продолжать. На это деньги пока рассматривается вопрос на очистку, потому что это грандиозно надо решение принимать. Возможно, как Ваким Города сказал, привлечением частных инвестиций. В общем, вопрос спасения озера сейчас стоит на повестке дня. Только уже принимаемыми мерами не обойтись, говорит Алгат Смаилов. Нужно дать пополнение озеру с Букпы, а русло ее забито. Та вода, что сейчас течет, лишь мизер, и скоро и он иссякнет. Это в районе 32-й шахты, оттуда идет истоки. Там есть небольшие шахтные озера. Возможно, они, если углубить дно речки Букпы, возможно, эти воды туда пойдут также. То есть, я думаю, хоть результат какой-то будет, но тут надо целый проект разрабатывать. Реализацию плана взял под контроль Аким Города. В Управлении природных ресурсов приступили к реализации. Акимом Города Караганды было направлено письмо на имя заместителя Акима области для подготовки рабочего проекта по санации реки Большая Букпа. Шесть с четвертью километра протяженность реки до озера. 90% заполняемости ее только талами водами. Санация открытия закрытых плитами участков, дно укрепления должно способствовать пополнению. Бюджетная заявка уже направлена в Управление финансов. Ирина Вобещевич, Рустам Бараев, Наталья Заяц, 5 канал. Продолжение следует...